Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас на нашем вебинаре. Тему вебинара вы видите на слайде на экране и наши контакты, то есть адрес электронной почты, телефон и адрес сайта. Если кому-то оказалось неудобно время проведения вебинара или не удалось досмотреть до конца, то материалы данного вебинара записываются и в последующем выкладываются на сайте. Сейчас я вам на слайдике покажу наш сайт, то есть вот вы видите адрес тот же, который указан на титульном листе. И в разделе компания вы можете посмотреть анонсы ближайших вебинаров, а в разделе материалы мы выкладываем записи вебинаров проведенных. И в случае, если у вас получились накладки по времени или вы не смогли досмотреть до конца, вы можете сюда вернуться и просмотреть этот вебинар и другие наши материалы. Приглашаем вас посетить наш сайт. И снова вернемся к теме нашего вебинара сегодняшнего. Вести его буду я, консультант-аналитик Гардышева Галина. Мои контакты вы видите тоже на экране. И приглашаем вас посетить сайт, посмотреть материалы, которые там выложены. И будем очень рады вашему обращению. Если у вас возникнут какие-то вопросы, присылайте любым удобным для вас способом. А можно по электронной почте, через сайт, по телефону. В этом случае мы постараемся максимально подробно и касательно вашей ситуации, то есть именно адресно ответить на ваши вопросы и, соответственно, уделить время для ответа. У нас будет возможность побольше. То есть, соответственно, вы получите более подробную консультацию. Ну и, соответственно, мы с удовольствием поможем вам в любых работах, которые связаны с программным обеспечением семейства 1С. То есть, это и установка, и продажа, и внедрение, и настройка. Ну, то есть, полный спектр услуг, которые с этим могут быть связаны. Тема нашего сегодняшнего вебинара – это изменения, которые произошли. Программа вебинара вы видите, которые произошли в этом году. Поговорим мы с вами об изменениях, которые касаются учета НДС, которые были введены с начала 2022 года, ну и, соответственно, на текущий момент, на конец сентября. Напомню про новые льготы, которые в этом году получили некоторые отрасли. То есть, это общепит, медицинские изделия. Поговорим про формы товаротранспортной накладной, новые формы декларации, которые, в принципе, уже достаточно всем знакомы, потому что новые метания были по состоянию на начало года. Ну и, соответственно, то, что касается учета НДС при приобретении или реализации прослеживаемых товаров. Поговорим о новых основаниях. Ну, на самом деле, они тоже уже достаточно знакомы всем, поскольку приняты были в прошлом году, но действуют на текущий момент, и, соответственно, с ними связаны риски, которые предприятие может нести при вынесении налоговой инспекции решение о признании налоговой декларации, не предоставленной. Ну, соответственно, поговорим про штрафные санкции, про дополнительные сервисы. Как у нас будет с вами происходить сегодняшний вебинар? Нормативные материалы я буду показывать вам на слайдах. Мы с вами будем переключаться параллельно этому в демо-версию конфигурации 1S ERP. Сейчас я туда переключусь. Вот. И будем смотреть на примерах то, о чем я буду рассказывать и показывать на слайдах. Сразу хочу обратить ваше внимание, поскольку с 1 числа начинается отчетность за 9 месяцев, а изменений во всех сферах было достаточно много, то нужно обратить в первую очередь внимание на то, какой релиз программы у вас установлен. Смотреть мы сегодня с вами будем на версии 2.5 ERP 2.5.8. И если вы, допустим, не уверены, какая стоит у вас конфигурация, какой релиз, то посмотреть это можно вот в верхней панельке. У нас есть вот такая пиктограмма. Если мы переходим по ней, то меню с отметочкой И, это информация. Здесь мы можем посмотреть сведения. Ну, во-первых, какая у нас платформа установлена и какой релиз конфигурации. То есть 2.5.8. Почему я на это обращаю внимание? Потому что в более ранних релизах был немного другой функционал и немного другая компоновка интерфейсов. То есть, в принципе, функционал достаточно сильно расширен. Начиная с версии 2.5.7 произошли изменения, то есть были объединены ресурсные спецификации маршрутной листы и маршрутной карты. Ну и, соответственно, некоторые другие изменения, которые были приняты позже, там тоже отсутствуют. И, соответственно, новые формы отчетности, поскольку изменения произошли по всем формам регламентированного учета. Мы снова с вами возвращаемся в слайды, то есть нормативную информацию. И первое, о чем мы поговорим, то есть что же у нас за третий квартал изменилось, кто на текущий момент сдает НДС, декларацию по НДС. Соответственно, когда, то и что будет за то, что не сдали. Ну, слава богу, в этом квартале формы налоговой декларации не изменились. Сдает декларацию по НДС все плательщики этого налога. Кроме этого, в связи с введением санкций нужно помнить о том, что многие предприятия попали в роль налоговых агентов. Мы поговорим об этом позже. Значит, соответственно, лица, которые выступают в качестве налогового агента, должны удержать налог из выплат, который они производят в пользу третьих лиц, и перевести и перечислить его в бюджет. А также обязаны сдать декларацию по НДС спецрежимники. В случае, если они выставили на свои услуги счет-фактуру с выделенным НДС. То есть, несмотря на то, что они являются не плательщиками налогов, но выставление счет-фактуры обязывает их подать декларацию по НДС за тот период, когда они выставили такие документы. То же самое касается, если организации освобождены от уплаты по 145 статье и, соответственно, не попадающие под налогообложения по НДС по 149 статье. Попадают в ряды плательщиков и юрлица, и эписты, которые ведут определенные виды деятельности. Декларацию, которую должны будем готовить и подавать в октябре месяце, мы должны предоставить по новой форме. Но на самом деле первый раз эта форма декларации сдавалась в начале года, то есть на тот момент она была новая. Сейчас это бланк с первого квартала применяющийся, и, соответственно, за второй, вот и сейчас за третий, мы будем по нему отчитываться. Почему он новый, что в нем изменилось? На самом деле изменения были не слишком глобальные, но был другой штрих-код на декларацию указан, и в первый раздел были добавлены новые строки и новые коды операции. Обратите внимание на коды, мы про них еще поговорим. Но на самом деле коды были изменены по многим показателям, не только в декларации по НДС, но и в коды доходов, в коды расходов, в платежных поручениях коды операции и так далее. Сдаем мы декларации за третий квартал. Как обычно, до 25 числа переноса в этом случае у нас не будет, потому что 25 октября – это у нас вторник, то есть, соответственно, 25 число – это крайний срок, когда нужно подать отчетность по НДС. Обратите внимание, что НДС подается только в электронном виде. И, соответственно, если вы представите декларацию в бумажном формате, то она будет считаться неподанной. То есть, вы попадаете на штрафы, и, соответственно, все с этим связаны административные наказания. Форма декларации про штрих-код я вам только что сказала. То есть, нужно проверить, чтобы это был актуальный формат, то есть, актуальная версия. И хочу сказать вам про один достаточно новый информационный ресурс. Это сайт контрагент RF. То есть, это достаточно удобный, прошу прощения, перескочила, достаточно удобный информационный ресурс, который позволит вам проверить цепочку НДС, поскольку налоговики при проверке НДС используют возможность проверить до 4-5 ступеней ваших контрагентов. Чаще всего такая проверка бывает затруднительна. Но, поскольку сейчас нужно проявлять особую бдительность, поскольку налоговые органы, в общем-то, уже достаточно жестко контролируют налогообложения по федеральным особенным налогам, то, соответственно, вычеты, возмещения, то есть, все, что уменьшает отчисление в бюджет, вызывает их очень пристальное внимание. Поэтому, в общем-то, рекомендую воспользоваться этим сервисом для того, чтобы убедиться, что у вас все контрольные соотношения правильные, и ваши партнеры не являются фирмами-однодневками, не попали в красную зону, ну и, соответственно, не принесут вам проблем в дальнейшем. Собственно говоря, именно в учете НДС в этом квартале, то есть в третьем квартале, слава богу, у нас никаких особо резонансных нововведений уже не было. Все они у нас произошли в первом квартале, но и частично во втором. То есть с 26 марта этого года упростили ускоренное возмещение НДС. Регулируется это федеральным законом 67 ФЗ. Послабление, то есть ускоренное возмещение НДС у нас будет происходить в 22 и в 23 годах. Чтобы использовать такую возможность, налогоплательщик должен, ну, во-первых, подать заявление, и, во-вторых, он не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства. Ну, то есть он должен быть действующий, активный и не иметь каких-то штрафных или административных санкций со стороны наших налоговых и фискальных органов. В этом случае мы можем подать заявление для возмещения в налоговую без оформления банковских гарантий, ну, соответственно, предоставив необходимые документы. При расчете не учитываются налоги, которые связаны с перемещением товаров через границу. Если НДС, например, входящий у нас больше, и получается по отчетности, что бюджет вам должен, на сумму превышения нужна либо гарантия, либо поручительство. Но при этом вам обязательно нужно помнить о том, что даже если вы покажете хотя бы 3 копейки на возмещение из бюджета, то у вас будет запущена процедура камеральной проверки, и, соответственно, налоговые органы будут очень внимательно изучать и анализировать и вашу отчетность, и документацию, ну, то есть полностью все, чтобы обезопасить себя от того, что возмещение не обосновано. С 1 января в этом же году, то есть в 22 году, льготу по медицинским изделиям можно применять по уже имеющимся, выпущенным ранее удостоверениям Российской Федерации. И еще один достаточно резонансный пункт, так сказать, это то, что с 1 января текущего года получили льготу организации общепита, то есть они получили льготу по НДС, но при этом есть, опять же, достаточно много подводных камушков. В принципе, с этой льготой уже столкнулись, потому что это уже и в первом, и во втором квартале присутствовало, ну, и, соответственно, отчетность сдавалась и за первый, и за второй квартал, поэтому сильно подробно мы не будем останавливаться, просто небольшой дайджест, так сказать, по этим изменениям. Значит, льготируются у нас услуги общепита, которые осуществляются на стационарных объектах и выездное обслуживание, то есть на нестационарных объектах. Единственное, что при этом услугами общественного питания не признаются реализация продукта через кулинарные отделы как организации, так и ИП в точках розничной торговли. То есть в этом случае это будут не услуги общепита, а будет обычная розничная торговля. И, соответственно, если у вас организация, которая занимается заготовочной и иной аналогичной деятельностью, то есть если вы пускаете какие-то консервированные продукты, заготовки, например, соленья, варенья и так далее. Есть ограничения, когда можно применять такую льготу в общепите. То есть доходы по услугам общественного питания за 2021 год, то есть за прошлый год, не должны превышать 2 миллиардов рублей. И это должен быть основной вид деятельности, то есть который составляет не менее 70% общих налоговых доходов. Ну, на самом деле для общепита эта сумма достаточно существенная. И в такую ценовую категорию попадают не только мелкие предприятия общепита, но и достаточно крупные и пафосные, так сказать, компании. Дополнительные ограничения у нас возникают с 1 января следующего года в отношении сотрудников, то есть в отношении их зарплаты. Общепиту, чтобы иметь льготу по НДС, нужно обеспечить выплаты работникам в размере не менее средней зарплаты по региону. А хочу напомнить, что у нас изменялся минимум, то есть изменялась минимальная заработная плата уже в этом году дважды. Ну и, соответственно, в дальнейшем будет повышаться. И нужно следить за информацией, чтобы у работников, которые с вами сотрудничают, было не меньше средней заработной платы. То есть, ну, переведем на русский язык, чтобы показывалась зарплата не меньше определенного уровня. То есть это попытка уйти от серых схем. Значит, данные, по которым налоговые органы будут это контролировать, это будут браться из расчета по страховым взносам, то есть из РСВ, там, где у нас указана персонифицированная информация. Еще одно новшество – это то, что касается ввозимых медизделий. Раньше были ограничения по подтверждению льгот российскими организационными удостоверениями. Российское удостоверение можно было продлить только до 31 декабря прошлого года. Корректировка нормативных актов, как обычно, немножечко запаздывала. Но, тем не менее, постановление Российской Федерации от 29 января уже этого года, номер 69, ограничения по сроку, которые касались 31 декабря прошлого года, убрали. Причем эти изменения распространены и на отношения, которые возникли с 29 ноября прошлого года, то есть немножко задним числом. По ставкам, то есть, в принципе, в этом квартале новшеств у нас не произошло, но по изменениям, которые были, начиная с января, хочется напомнить, что ставки по НДС у нас могут быть прямые и расчетные. То есть прямые рассчитываются сверх налоговой базы, но основная ставка 20 процентов. Есть, конечно, и перечень товаров, которые попадают под 10-ти процентные ставки. И обратите внимание на нулевую ставку. То есть нулевая ставка теперь распространяется на некоторые позиции, которые раньше были освобождены от 1С. То есть ставка 10, 20 или 0 процентов у нас попадает в перечни, которые утверждает правительство. Соответственно, сюда относятся продовольственные и детские товары. Это перечень, который принят уже достаточно давно, еще в 2004 году. Периодика и книги – это тоже достаточно давний пункт. И лекарства и медицинские изделия. То есть сам основной перечень у нас датирован 2008 годом. Вот изменения, которые у него были включены, это уже текущие новшества. К 10-ти процентной ставке по НДС в перечень добавлены еще несколько позиций. Это форель ручьевая и озерная, живая. Обратите внимание, что живая. И форель радужная, которая является продукцией рыбоводства. То есть это рыбы, ну как бы искусственного разведения. Есть несколько случаев, когда НДС считается с межценовой разницей. Это примеры расчетной ставки. В 2022 году, то есть в этом году, перечень товаров, которые попадают в этот список, дополнен перепродажей мотоциклов, купленных у физических лиц. Раньше были включены только автомобили и продажи, закупленные у населения, электронной и бытовой техники. Техника бытовая рассматривается не вся, а только та, которая включена в особый перечень. Перечень установлен правительством. от сентября прошлого года постановление номер 1544. Это немножко такая, скажем так, может быть, нудная информация, но при составлении декларации ее в обязательном порядке надо учитывать и проверить свой учет, соответственно, на тему того, что вы сделали необходимые настройки. У вас последний релиз, который содержит необходимые регламентные формы. Ну и, соответственно, учитываются все вот эти наши новшества. Соответственно, такой документ, как ФСЗ, всегда вызывает пристальное внимание. Ну вот, Федеральный закон 323 от 14 июля текущего года должен выбрать, ну, так сказать, выиграть пальму первенства. По действующему законодательству иностранные организации, если они не имеют обособленных подразделений в России, которые реализуют на территории РФ услуги в электронной форме, теперь уплачивают НДС. Ну, так называемый налог на Гугле. Уплачивают НДС они самостоятельно, а не через российских покупателей и налоговых агентов. С 1 октября текущего года российские организации ИИП, которые приобретают у иностранных компаний услуги в электронной форме, признаются налоговыми агентами по НДС. То есть самостоятельно НДС в бюджет России будут платить только те иностранные организации, которые оказывают услуги физическим лицам, то есть не предпринимателям и не юрлицам. Это обозначает, что с 1 октября российская организация или ИП, которая приобретает электронные услуги у иностранной организации, обязана исчислить, удержать и уплатить в бюджет НДС, а потом уже заявить его к вычету в общем порядке. Также был регулирован вопрос составления и выставления счетов фактур для налоговых агентов в посредниках при оказании электронных услуг. Статья 168, третий пункт Налогового кодекса дополнен также положениями, в соответствии с которыми такой налоговый агент обязан выставить счет фактуры не позднее пяти календарных дней месяца следующего за истекшим кварталом. То есть, соответственно, кварталом, в котором была произведена либо частичная оплата, либо полностью оплата. Это тоже нужно учитывать. Прошу прощения, перескочила. И обратите внимание на то, что такое нововведение у нас начало действовать с 1 октября текущего года. То есть, соответственно, это вызвано введением санкций и текущими изменениями, которые произошли в экономике в связи с введением таких санкций. То есть, как вы видите, достаточно напряженная обстановка у нас по изменениям налогов и отчетности. Ну, в общем, ужесточается контроль и так далее. Теперь ставка 0%. Мы с вами уже про это говорили. Я обращала на это ваше внимание. Статья 164 дополнена новыми положениями, в которых ставка 0% теперь касается реализации природных алмазов, как обработанных, так и необработанных. Ну, соответственно, это касается не всех налогоплательщиков, а только тех, которые занимаются добычей драгоценных камней. В этом случае для подтверждения 0% инспекция принимает договор между поставщиком и покупателем и подтверждающими документами. То есть документами, которые подтверждают передачу камней. То есть применять нулевую ставку в таких операциях мы можем с 1 октября текущего года. Ну, соответственно, вместе с этим, с указанной датой утрачивает силу под пункт 10.149 статьи, которая регулирует операции, которые освобождаются от налогообложения НДС. То есть по 145 статье у нас идет освобождение по объему работ, а по 149 по видам услуг и работ. Соответственно, если вы занимаетесь реализацией такой продукции, обратите внимание, что нужно внести будет изменения в настройки вашей учетной системы. Собственно говоря, изменения по форме декларации, именно регламентная форма отчетности, она началась у нас с первого квартала, в третьем, слава богу, изменений не было. А изменения, которые у нас с первого января введены, они, собственно, произошли из-за того, что появились новые льготируемые операции, соответственно, по ним новые коды. Ну, в связи с передачей имущества в казну, оказание услуг общепита, ну и, собственно, другие основания, по которым произошли изменения, вы тоже видите на экране. Сроки у нас не изменились, то есть 25 число, если оно выпадает на выходные, то происходит сдвиг на следующий рабочий день. То есть форма декларации, как во втором квартале, сроки такие же, как действовали и ранее, а вот на мелочи нужно все-таки обращать повышенное внимание, чтобы не попасть на штрафы. Еще один момент, на котором нужно заострить внимание, что по общему, как бы, правилу, компания может платить НДС тремя частями. То есть одна треть перечисляется, например, в октябре, еще одна треть в декабре, еще одна треть в январе. Но существуют случаи, когда выплачивать НДС по одной трети компания не сможет. Это такие случаи. То есть если спецрежим, ну то есть предприятие, которое применяет какой-то спецрежим, выставило счет фактуру, выделило НДС, например, по просьбе заказчика или клиента, то вот в этом случае НДС нужно будет платить одним платежом и не позднее 25 числа следующего месяца. То есть уже по одной трети заплатить спецрежимники не могут. Еще одна группа компаний, которая не может воспользоваться рассрочкой по уплате НДС, это налоговые агенты, которые приобрели услуги у иностранного продавца, который не стоит на налоговом учете в Российской Федерации. В этом случае НДС нужно перечислить одновременно с оплатой приобретаемой услуги. Но соответственно с новыми формами счетов фактур все знакомы еще с прошлого года. То есть в форме счетов фактур были добавлены несколько столбиков. Вы видите, выделены красным прямоугольником. Собственно, это было связано с введением прослеживаемых товаров и, собственно, с количеством прослеживаемых товаров. Напоминаю просто про эту форму. На самом деле компании, которые являются плательщиками НДС, этой форме уже привыкли, то есть используют ее уже на протяжении года, но тем не менее. Точно так же изменения в книге покупок, которые произошли в связи с новыми формами, с счетов фактур и с введением учета прослеживаемых товаров дополнены были новыми графами, что книга покупок, что книга продаж. Теперь они включают в себя дополнительные коды. И обратите внимание вот на что. Графа 16 – это регистрационный номер декларации. С этим уже как бы все знакомы. Или РНПТ – регистрационный номер прослеживаемых товаров. И 17-я графа – это код единицы измерения. Обычно в 1С программах они, естественно, входят в справочник, допустим, единицы измерения и заполняются в карточке, в номенклатурной карточке. Изменения произошли точно так же и в книге продаж. Ну, это, в принципе, тоже больше напоминание, чем новость, потому что с прошлого года уже предприятия, так сказать, откатали применение этих изменений. Немножко напомню про настройки, которые у нас возникают по прослеживаемым товарам и по ГТД. То есть вы сейчас видите слайдик, на котором видно, как настраиваются, какие настройки делаются в программе 1С ERP. Значит, мы переходим с вами в демо-версию и заходим в раздел «НСИ» и «Администрирование». Здесь, собственно говоря, нас интересует учет НДС, импорт и экспорт. Когда мы переходим в этот раздел, то здесь у нас доступны для редактирования настройки. Как только мы отмечаем какой-то чекбокс или снимаем такую отметку, у нас, соответственно, появляется возможность работать с этим разделом аналитики, ну, либо наоборот, этот раздел аналитики будет скрыт. Обратите внимание, то есть вот то, что мы с вами проговорили немного раньше, мы можем поставить отметочку, когда будет учитываться реализация товаров, облагаемых НДС у покупателя, покупка таких товаров, и реализация, и покупка, и флажок ввести отдельную нумерацию счетов фактур, выданных на авансы с использованием префикса «А». Ну, в принципе, это достаточно удобно, потому что позволяет быстро сортировать и находить нужные документы в журнале. Регистрация и контроль номеров ГТД. И здесь, обратите внимание, должен стоять флажок «Учет прослеживаемых импортных товаров». То есть, в этом случае вы активируете блок, который работает с РНПТ, и, соответственно, можно выполнить здесь настройки через ссылочку, которые в вашем случае, ну, то есть, которые вас касаются. В остальном все настройки здесь остались. Если вы уже работали с НДС, то, соответственно, эти настройки были выполнены. Раньше их сохраняется актуальность. Ну, и, соответственно, параметры импорта и экспорта. То есть, это применение ставок. Экспорт – это у нас нулевые ставки. И, собственно говоря, что и когда мы можем по таким операциям принять к вычету. Снова вернемся к нашим слайдикам. На что здесь нужно обратить внимание? То есть, первоначальные настройки мы с вами посмотрели на программе. Дальше мы можем перейти в меню «Закупки» и посмотреть номера таможенных деклараций. Здесь есть вот такой вот флажок, отметочка. Значит, если вы с прослеживаемыми товарами работаете, то кроме номера декларации вы должны поставить отметку, галочку, так называемый чекбокс. И в этом случае будет учет по регистрационному номеру прослеживаемого товара. Теперь еще немножко, может быть, скучной информации. То есть, это история, когда какие формы НДС применялись и какие коды, а где должны отражаться. То есть, у нас по строке 55, мы потом на картинке это посмотрим, получается, должен быть указан код 0,1, 0,2, то есть до 0,7. А по строке 56 у нас отображается общая сумма налога, которую мы заявляем к возмещению. То есть, соответственно, 55 это будет код, 56 сумма. Это я вам называю номер строки в декларации. Так. Теперь мы с вами еще вот что посмотрим. То есть, это пример заполнения бланка. И здесь обратите внимание, то есть, выделена рамочка, у нас информация, на которую вы должны обратить внимание, чтобы это была актуальная информация. И, соответственно, обратите внимание на код 214. 214, то есть, это код, который указывает на местонахождение вашей организации. Соответственно, 214, это если по месту регистрации, но если какие-то другие варианты. Сейчас мы с вами вернемся в демо-базу и посмотрим это на примере живой декларации, так сказать. Сейчас мы это закроем. Откроем регламентированный учет раздел 1С отчетность. По нее мы еще попозже чуть-чуть поговорим. Раздел регламентированные отчеты. И здесь нас интересует журнал, то есть, журнал, в котором отражается вся наша отчетность, представленная в налоговые органы. Соответственно, то, что у нас сейчас только что всплывала рекламка, еще раз показать в этом разделе. Значит, если у нас регламентированный отчет, это просто журнал, то 1С отчетность, это дополнительный сервис, который позволяет ускорить работу с налоговыми органами, минуя операторов связи. То есть, минуя такие сервисы, как СБИС отчетность, Астрал отчетность, ну, то есть, все форматы, извините, неправильно сказала, все информационные ресурсы, которые производят обмен с сайтами и внебюджетными фондами. То есть, если в привычном порядке вы формируете отчетность, выгружаете ее в промежуточный файл, и потом этот промежуточный файл отправляете оператору, и оператор уже сам передает ваш файлик в налоговую инспекцию, то при помощи этого сервиса вы можете напрямую обмениваться сразу с налоговыми органами, что, в принципе, ну, можно сказать так, повышает вашу мобильность, то есть, вы быстрее видите ответы налоговых органов, быстрее можете на них среагировать, ну, а все остальные функции практически идентичны, что у операторов, что у вас напрямую. Здесь обращаю ваше внимание на такой момент, что дополнительные сервисы, типа 1С отчетность, проверка контрагентов, это сервисы для подписчиков ИТС проф бесплатные, для ИТС техно платные, но плата достаточно символическая, то есть, например, дополнительный сервис проверка контрагента в платном формате стоит на год порядка 4800 рублей, то есть, если переводить на месячную, то, в общем-то, вполне адекватная сумма. Снова вернемся к нашим слайдам, а нет, подождите, извините, увлеклась описанием 1С отчетности и не показала декларацию, то есть, вот если мы откроем уже составленную декларацию, ну, у меня это декларация за первый квартал, поскольку форма у нас не изменилась, то, видите, я ее запускаю, сформирована она у меня была в первом квартале, но, соответственно, программа выдает предупреждение, что сейчас эта форма устаревшая и проверьте обновление. Если я ставлю отметку продолжать действие, то, соответственно, я смогу работать с этой формой декларации. Вот, и вот наша отметка метка о месте нахождения организации, и здесь есть выбор, возможность выбора, то есть, соответственно, если у вас не основное подразделение, а вы сдаете, например, по обособленному филиалу, или наоборот, где-то в другом регионе начали вести деятельность, то, соответственно, вы можете выбрать и другой показатель, но по умолчанию программа подставит вам по месту регистрации. все остальное, в общем-то, достаточно знакомо, я пока закрою форму декларации и снова вернусь в наши слайды, то есть, мы с вами посмотрели образец заполнения и, значит, формы строка 55 и 56, то есть, это те, как раз-таки, коды, про которые мы поговорили немножко раньше, в строке 55 вот, мы должны указать код, а в строке 56 мы должны указать сумму. Если вас что-то смутило, то вы можете перейти по гиперссылке и в этом случае, сейчас я снова вернусь в демо-версию, то есть, соответственно, переход по ссылке, так, это нас нет, Акел промахнулся, нажала закрыть программу вместо того, чтобы перейти в нужный раздел. Значит, в этом случае мы можем использовать подсказки, то есть, гиперссылки, которые расположены в программе. И, кроме этого, еще очень рекомендуем, например, продолжить действия, продолжить работу с разделом, переход по гиперссылке дает нам возможность использовать встроенную справку. Значит, у нас во всех разделах есть обычная справка, сейчас она у меня откроется, и есть тематическая справка, которая запускается по нужной строке. И в этом случае вы попадаете в достаточно подробный и понятный справочный блок, который показывает, что и где вы должны заполнить, то есть, помощник заполнения декларации. В принципе, обычно это используется для, например, организаций, которые недавно перешли, ну, то есть, когда специалисты, то есть, бухгалтера, кто готовит отчетность, ну, может быть, не уверенно себя чувствуют, может быть, не сомневаются, уследили или нет за разными новшествами, ну, то есть, возможность дополнительно получать документы, точную и оперативную информацию от службы 1С по законодательным, ну, так сказать, новшествам. Вот теперь мы с вами перешли к одному из самых болезненных, наверное, разделов, то есть, основания для признания налоговой отчетности не предоставлены. введено в действие это было в прошлом году, в июле месяце, то есть, с 1 июля начал действовать перечень, когда налоговая декларация может считаться непредоставленным, то есть, несмотря на то, что вы отправили все вовремя, сроки не нарушили, налоговая прислала уведомление, что статус вашей отчетности в работе, тем не менее, вам может последовать после этого уведомление, что ваша отчетность не предоставлена. В каких случаях это действует? Если декларация подписана неуполномоченным лицом, если декларация подписана дисквалифицированным физическим лицом, то есть, сотрудником, и срок дисквалификации на момент подписания декларации не истек, ну, соответственно, для борьбы с фиктивными директорами, если имеется свидетельство о смерти подписанных, то есть, человек умер до того, как подписал отчетность. И вот дальше, наверное, самый распространенный случай, когда может быть декларация посчитана, когда налоговая может посчитать, что декларация не предоставлена, это если в отношении руководителя, который подписал отчет, внесена запись в ЕГРЮл о недостоверности сведений, и если эта запись появилась раньше, чем была представлена отчетность. В каких случаях такая запись может возникнуть? На самом деле, случаи, самые, что ни на есть, распространенные, то есть первое, это руководитель поменял паспорт по возрасту, то есть, например, 40 или 45 лет поменял. Второй случай, это если был заключен брак и человек поменял фамилию, например. В этом случае при анализе отчетности налоговая инспекция сравнивает записи, которые у вас были внесены в ЕГРЮ при регистрации и данными, которые предоставляют другие ведомства о паспорте конкретного человека. Значит, в этом случае, если такие расхождения обнаружены, предприятия, во-первых, попадают во все черные списки и банковские, и налоговые, во-вторых, происходит блокировка расчетных счетов, потому что факт непредоставления отчетности выявляется. Ну и в-третьих, для того, чтобы отменить такую запись, требуется приложить достаточно много усилий. То есть это надо подать сведения в налоговые органы для изменения в ЕГРЮ, уведомить банки и так далее. ну и соответственно, если есть запись о прекращении действия ЮРЛИЦА, или если есть обнаруженные расхождения с контрольными соотношениями. Вот здесь по контрольным соотношениям это то, что мы с вами уже говорили, вам может помочь сайт, который проверяет цепочки ваших партнеров по МДСу. Плюс в этом году достаточно сильно был ужесточен контроль за уплатой имущественных налогов. это во-первых, а во-вторых, в этом году электронные цифровые подписи, как вы уже тоже знаете, скорее всего многие с этим столкнулись, теперь выпускает налоговая инспекция. И соответственно, если вы раньше оформляли например через контур, через других операторов, то в этом случае уже действуют только те, которые подписаны через налоговую инспекцию. Еще одно достаточно часто сейчас встречающееся понятие при составлении особенно налоговых отчетов, это налоговая реконструкция. То есть это определение налоговых последствий, которые имеют сделка, исходя из их реального коммерческого смысла. То есть соответственно чаще всего это вызывается тем, что налоговая может подозревать компанию в дроблении бизнеса. Ну собственно сам механизм налоговой реконструкции подразумевает, что налоговые органы ищут искажения в учете и сравнивают с отчетными данными и проверяют реальное содержание этих операций. То есть если у вас есть документы, которые вы составили между организациями, но они не подтверждаются какими-то фактами, которые должны сопровождать эту сделку, то налоговики вас заподозрят в том, что вы использовали схемы минимизации налогов, то в этом случае они вам пересчитают столько, сколько пришлось бы заплатить, если бы вы такие схемы не применяли. В этом случае достаточно много информации и основные тезисы содержатся в письме ФНС номер БВ 47 слэш 3060. Обратите внимание, что это законодательный и это незаконодательный акт, это переписка налоговых органов, но тем не менее на нее происходит ориентация при проверках. То есть в этом случае в этих тезисах содержится положение, что во-первых применять прежний подход, когда налоговики вообще сомнительные сделки снимали с состава затрат, теперь налоговая инспекция может только в случае, если причинен прямой ущерб госбюджету. Если же бюджет не пострадал, то до начисления или не признания расходов со стороны налоговой быть не должно. Но здесь опять же ключевое слово сочетание быть не должно. На самом деле за это придется побороться и за это и это нужно будет эту позицию нужно будет отстаивать. Ну и во-вторых на это обратите пожалуйста особое внимание бремя доказательства обстоятельств, которые вызывают применение статьи 54.1 налогового кодекса РФ В этом случае вот вы видите схемку каким образом нужно построить свои действия что вызывает какие сложности то есть авансы когда у вас происходит нужно обратить внимание на зачет НДС авансов в случае при продажах вы должны будете подтверждать нулевую ставку и обратить внимание на документальное оформление то есть формирование движений по расчетам по партиям смена вида деятельности если вы вводили какой-то новый вид деятельности то вы должны будете очень четко определить какие операции попадают под налогообложения а какие нет если например вы ввели какой-то вид деятельности например фитнес услуги или общепит и продолжаете вести прежний вид деятельности который у вас облагался НДС то здесь нужно очень четко вести раздельный учет ну еще раз хочу обратить внимание на прослеживаемые товары потому потому что это раздел который как бы вызвал наибольшее количество наверное вопросов и затруднений то есть если мы с вами производим закупки ну то есть прослеживаемые товары это импортные товары в соответствии с перечнем который естественно у нас утверждается правительством постоянно может быть дополнен как нам посмотреть что мы сделали все настройки как нам в ERP найти где работать с этим блоком если вы например не работали с прослеживаемыми товарами только сейчас взяли за это переключимся с вами на демо базу выберем меню закупки и здесь у нас есть меню сервис в нем учет прослеживаемых товаров то есть мы с вами предполагаем что через НСИ и администрирование мы уже проставили флажок что мы работаем с прослеживаемыми товарами и при переходе мы попадаем с вами в рабочее место по прослеживанию товаров то есть соответственно разделы настройки и ввода остатков мы с вами пропустим соответственно здесь нас будет интересовать сейчас раздел отчетность. То есть, если мы разворачиваем этот пункт меню, то мы можем с вами сразу перейти либо в журнал. Сейчас мы с вами и перейдем. Но у меня он, к сожалению, пустой, поскольку это демонстрационная база. Но здесь содержится реестр документов, которые содержат операции с проследованием. Из этого рабочего места мы можем сформировать отчет. Можем сформировать отсюда прямо декларацию по НДС. Обратите внимание, декларация по НДС у нас доступна и из этого рабочего места. И, как обычно, раньше, то есть, по привычке, мы можем через регламентированный учет, через журнал отчетов мы можем попасть туда же, в одно и то же место, только из разных дверок. Вернемся снова к демо-базе. Это я пока закрою. И, соответственно, из этого же рабочего места мы можем сформировать отчет по книге продаж и по книге покупок. Ну и журнал учета счетов фактов. То есть, программа автоматически их формирует по данным, которые внесены в систему. И еще один момент. Дополнительная информация. Ссылочка. Смотри. Также нам доступна ведомость товаров по прослеживаемым товарам. То есть, это тоже сформируется в форме отчета. Мы можем перейти по гиперссылке. И я хочу обратить внимание вот на эти подсказочки. Я про них говорила немного раньше. То есть, видите, ссылка выделенная синим текстом как привычные гиперссылки. По ней открывается контекстная справка. То есть, если я не уверена, что это такое, то, соответственно, я могу нажать и посмотреть, а что же такое вообще я туда попала. Или мне совсем в другое место нужно. Так, вернемся снова к нашим слайдикам. И, соответственно, вот слайдик это полностью раскрытое рабочее место учет прослеживаемых товаров. То есть, когда мы каждую строку раскрыли и смотрим более подробное содержание. То есть, практически можно из этого рабочего места перейти в любой раздел и сформировать всю нужную отчетность. Ну и еще немного информации по поводу прослеживаемых товаров и документации, которая с ними связана. То есть, при оформлении документов у нас в одну накладную, например, или в один документ могут, соответственно, попасть как прослеживаемые, так и обыкновенные товары. Поскольку у прослеживаемых товаров мы контролируем общее количество, то у нас в приобретении товаров и услуг, то есть, наиболее часто встречающийся документ закупки, появляется графа количества и дополнен контроль обязательного номера ГТД. Это мы все с вами можем произвести из рабочего места, которое только что смотрели. Но на всякий случай просто показать вам слайдик, может быть, у кого-то зрительная память лучше срабатывает. Ну и, собственно, основные настройки, если вы, например, ввели какую-то деятельность, которая облагается НДС, а до этого никогда не сдавали декларации по НДСу, то какие настройки нужно нам делать при ведении учета. Вот здесь обратите внимание, что это учетная политика, и у меня сейчас на экран выведен интерфейс старой редакции. Почему я обращала ваше внимание на то, какая редакция, какой релиз конфигурации вами используется. Потому что если мы сейчас перейдем в демо-базу и посмотрим раздел НСИ и администрирование, посмотрим в меню организации, выберем вот ту же самую Андромеду, как у нас там указано было. Андромеда, ну вот, допустим, смотрим, у нас открывается карточка организации, и карточка организации нас интересует учетная политика. Как вы видите, здесь интерфейс уже абсолютно другой. В принципе, функции в нем те же самые, но компоновка, как вы видите, различается. И, соответственно, изменения, которые мы сейчас видим в демо-базе, причем демо-база у меня не самой последней редакции, то здесь уже настройки идут по-другому. То есть, соответственно, перед тем, как готовить отчетность за 9 месяцев, вам нужно просмотреть, какие настройки у вас внесены. То есть, вот у меня общая система, соответственно, если у меня были неправильные настройки, я должна их изменить. И обратите внимание, что в этом случае вы настраиваете отдельно общую систему налогообложения и дальше политику по бухгалтерскому учету вам нужно проверить и, соответственно, по другим налогам, которые ваша организация должна уплачивать. Снова вернемся к нашим слайдам. И, собственно говоря, ну, к сожалению, мы уже не успеваем. Я хотела показать еще один раздел, который, в принципе, при подготовке декларации очень нужен. Это идет разговор о разделе регламентированный учет. Сейчас мы туда перейдем. Регламентированный учет и отражение документов в регламентированном учете. То есть этот раздел мы можем запускать не закрывая месяц, чтобы посмотреть предварительные результаты. Отражение, то есть это отдельное рабочее место, которое позволяет выявить ошибки, которые у вас возникнут при составлении отчетности. То есть, видите, здесь высвечиваются косяки, которые мы наделали и которые не дадут нам корректно закрыть месяц и составить отчетность. То есть, возможно, какие-то документы не отражены в бухгалтерских, не отражены в регламентированном учете. Возможно, не настроены группы финансового учета. Возможно, не указана какая-то другая информация. То есть, вы запускаете вот этот режим, смотрите предварительный результат. Можно настроить автоматическое выполнение по расписанию. В этом случае, если вы, например, на ночное время ставите автоматическое отражение, то вы можете быть уверены, что документ отражен не только в управленческом учете, но и в бухгалтерском, и в налоговом. То есть, соответственно, по нему сформированы проводки, и он у вас попадает при составлении отчетности туда, куда положено. Мы снова возвращаемся к нашим слайдам. Я хочу вернуться в первый, на титульный лист, так сказать. И на этом наша с вами сегодняшняя встреча закончена. Компания Кодерлайн благодарит вас за уделенное внимание, за время, которое вы нам выделили. И хочу напомнить наши реквизиты. То есть, соответственно, адрес электронной почты, телефон, сайт. Приглашаем вас к сотрудничеству, приглашаем вас на наш сайт. Там достаточно много информации и касающейся конфигурации различных, и обучающие материалы, и записи наших вебинаров, и анонсы, что вы сможете посмотреть или послушать в ближайшем будущем. Спасибо огромное за внимание. Всего доброго. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok